И люди думают, что если он купил пресс-подборщик, он на нем должен фуговать и фуговать. Так не получится, нужен уход обязательный, ремонт. Диагностика хотя бы раз в два года должна быть у пресса. Ручки придется приложить. Вот у нас, ребята, вот такой пирожок, мы на нем ездим по гарантии, ремонтируем. Вот Андрей только-только приехал. И сейчас вот дальше продолжает консультировать клиентов. Это кому если не нужно ездить, чисто на прессе, по ватсапу. Нет, я же показываю, вот он, вот он. Вот он рассказывает уже кому-то что-то. Вот он. У нас экспериментальный пресс, и мы по нему рассказываем. Он освободился? Прямо в прямом эфире. Да, 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 да. Все, теперь вот этот, смотри, вот шестеренка на грейфере стоит. Заводи ее туда по часовой стрелке, по часовой стрелке. Онлайн. Андрей, вот так по гарантии мы кому приезжаем, а кому чисто по ватсапу рассказываем, как что подремонтировать. Да, 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 да. Люди все понимают. Да, да, да. И какие-то проблемы мелкие решают. Андрей, ну подскажи, пожалуйста, по вот пресс-подборщикам сейчас вот проблемы у кого-то возникают по СИПМИ. Какие вот основные проблемы и в настройках, и вот кто-то там обращается к тебе, что вот недопонимают у людей? Основные проблемы в настройках пресс-подборщика СИПМИ, это незнание названия элементарных запчастей, допустим. Как что здесь называется. Если человек знает название запчастей, хотя бы приблизительно ему, и проще объяснить, что как настроить все это. Вот. Для этого нужно изучать литературу. Сколько примерно по времени ты объясняешь, вот как что это называется? Если человек не знает, вообще ничего не знает, это в течение трех часов вот это. Сначала объясняешь, где грейфер стоит, как он называется, прижим грейфера, коромысло, червячная шестеренка, прижимы полумесяца. Сначала все это идет объяснение. А потом уже переходим к настройкам. Ну а еще? Если человек немножко соображает, там запчасти, если он читал про этот, про пресс, изучал его, то с ним легко говорить, и он быстро его настраивает. В течение 40 минут все получается. Настройки здесь простые, здесь... А какие настройки? Все элементарно. Ну вот настройка, допустим, первая у нас это прижим грейфера, вот коромысло. Вот он влияет на прижим этого самого грейфера, вот обратите внимание. Нитку, которую прижимают? Да, да, да. Вторая настройка у нас это прижим носика, крючка. Вот. Вот так она работает. Полумесяца, чтобы нитку дотягивал до крючка, чтобы правильно все ложилось. Ну в принципе две настройки тут, да, самые основные. Ну да. Нужно немножко хотя бы почитать литературу про этот пресс-подборщик, инструкцию хотя бы. И тогда будет все просто. Здесь ни самолет никакой, ни космос, шестеренки. Ну а то, что люди вот это, руками там не работают, это... Люди с этим прессом, с пресс-подборщик СИПМа, он такой, он прихотливый. С ним нужно работать руками. Если вы работаете с ним руками, он вас не подведет во время сезона. Если человек, допустим, приобретает этот подборщик и поехал на нем в поле, и фугует, и фугует, и фугует, и он думает, что это бесконечно. Так не бывает. Ручки придется приложить. К прессу, да? Обязательно. Как к любой технике. Ну а так, что если что, обращайтесь к нам, вот к Андрею. Всегда поможем всем. Если сознание не потеряем, да. Андрей, ну расскажи, ну а здесь что ты делаешь с этим прессом? Здесь я делаю, меняю узлосброс, вставлю. Это что такое, покажи? А вот он. А зачем он меняется? Ну, старый узлосброс пришел в негодность. У человека что-то попало, и он просто его разогнуло. И он уже не работает так, как надо. Вот сейчас я его закручу и покажу вам, какой должен быть зазор между грифером и крючком. Чтобы было ясно и понятно. Вот обратите внимание, где вот с этой стороны снимаем. Вот, обратите внимание, вот сюда. Вот этот зазор. Вот он, между крючком и узлосбросом. Должен проходить в притирку. И тогда будет узелок сбрасываться. Если здесь зазор небольшой образовывается, то узлосбросу его тяжело сбросить. Он его не сбрасывает, а только стягивает. Поэтому ставим новый пресс-гарантийный. Человек обратился вот, что вот так и так. Сам не смог сделать. Ну, понятно. По гарантии помогаем все человеку. Ну, а расскажи вот по поводу смазки. Там, где забивается вот эта цепь. Надо мазать, не надо. Цепь смазывать не нужно. Цепь смазывается только тогда, когда отработали сезон. Прочистили, промыли его. Маслицем полили. В холостую прокрутили. Поставили его на хранение в зиму. В сезон смазывать не надо. Смазывается только в товошнице все. Смазывать нужно до такой степени, пока смазка не полезет. Не защелить. А по поводу засоряемости вязального аппарата? Ну, желательно все, конечно. Ты отработал день, приехал, воздухом дунул в него, чтобы все это было чистым. И самому приятно подходить, когда все выглядит. Ну да, то бывают, покупают и работают, и работают на прессе. Бывает, что тут набивается. Вот все. Не видно самого механизма. Не видно. Вот это масло и пыль. Вот эта солома. Ну, такого не должно быть. Это все из нос идет. Идет все из нос. Ну все, ладно, спасибо. Прожай, не забывайте.